Скажи всем доброе утро! Скажи привет! Я сейчас дам тебе пить. Мы только пьем и пьем. Что ты кушаешь? Расскажи. Кашку? Вкусная? Ниня. Да. Ложка у нас такая большая. Мы маленькими не едим. Да? У нас овсянка с клубничкой. Приятного аппетита! Пита! Пита! Соня, возьми по чуть-чуть, Соня. Куда ты столько много? Соня, тебе скучно? Мы же с ней порисовали, позанимались, почитали. А время только 10 часов. Аккуратно на ступенечках. Что там? А? Ты укусила? Да. Это родинка, Сонечка. Ничего страшного. Мама. Папа. Угу. Пойдем. Не еду. Ты спрятала? Мы тут взяли у Димчика игрушки. В общем, я сегодня ничем не занимаюсь. Мы занимаемся чисто Соней. Потому что она в садике привыкла, что они играют, занимаются, занимаются, играют. В общем, я сегодня тоже. Да. Будем играть. Мышка тут с нами грызет все игрушки, да, Мишель? Да? Да. Решили мы с Сонечком перекусить, потому что нам скучно, да? Села мама себе, сделала кофе, бутерброд. Кто ест, маман, бутерброд? Мама. Твой бутерброд? Скажи, я. Я. Молодец. Вкусно тебе? Да. Бутерброд с тем? С маслом и с сыром. Очень вкусно. Вот начинается холода, начинается... Начинается еда. Ой, Соня, аккуратно. Я, кстати, вот когда я катаюсь туда-сюда с утра, быстро поехала за Соней. Соня, это быстро какие-то дела, потому что я дома. Я вообще практически не ем. То есть мне не хочется кушать. Я там перекусываю и уезжаю. Ну вот, сейчас мы дома с Соней. Мы даже на улицу не хотим выходить. Вот. Мы так, знаете, гуляем целый день сегодня. Мама. А, вытирай ручки. Вот. И прям хочется все время есть. Вот я сделала бутерброд. Я, правда, его не съела. Соня съела. Начинаем того, что она только что и яблоко съела, и поела она хорошо. Не знаю, чем нам заняться. Воды у нас нет. Который день? Второй день без воды. Мы сидим вообще без воды. И запасы наши заканчиваются. Готовить ничего не готовим. У нас есть плов. Я, кстати, сейчас пережарю плов. Давай. Молодец. Соня играет. Я пережарила плов. Тут у меня осталось не так много. Нет, много. Пол кастрюли вообще. Вот. И суп у меня есть. И все. Надо что-то готовить. Не знаю. Тут у меня компота немножко осталось. Нужно будет сварить что-то свеженькое. Я вам помните, показывала манго, заказывала девочке. Видела у нас, кстати, в магазине тоже такое манго продается. Очень вкусно. Вы прям, знаете, мы подсеяли, пьем чай с ним, я кофе пью, даже дети вот грызут. Соняка, конечно, ей сложновато откусить, а вот Димчик тоже ест. Очень вкусно. Я сейчас переливаю средства для мытья посуды. У меня вот такой вот от Фаберлик. Это грейпфрут. Его хватает на очень долго. Его нужно разбавлять либо 1 к 2, либо 1 к 4. В общем, смотрите так, как вам нравится. Я разбавляла где-то в среднем 1 к 3. Но мне больше нравится 1 к 2. Поэтому у меня вот такой вот пластиковый дозатор. Главное вот так, знаете, хорошенько потрясти, чтобы все размешалось. У меня везде дозатор. Вот здесь на кухне для посуды пластиковый. Ванна у меня тоже на первом, на втором этаже тоже стоит пластиковый. Я просто боюсь, что дети разобьют. Дети берут часто мыло. Точнее, они моют руки сами. Берут этот дозатор. И боюсь, ладно, с тем дозатором. Боюсь, что они разобьют раковину. Раковину мы уже меняли. Поэтому у меня везде такие пластиковые. Может быть, потом дети уже подрастут. И я поменяю на какие-то красивые стеклянные бутылочки. Мышка. Мишель. Греется, сидит. Она как кот у нас, знаете, по подоконникам. Мышка, мышка. Мишель. Ты куда собираешься, расскажи? За Димой? Да. Мо! На, носочки, на. Мо! Твой, Дима? Да. Да мой сынок. Мо. Твой братик. Тебе помочь? Нет. Ну, давай, обувайся. Помочь? Нет. Такая же упертая, да? Да. Кого забрали с садика? Привет, скажи. Здравствуйте. Сегодня было в садике день рождения. Давали такие батончики. Смотрите на Соню. Димка ждал, чтобы поделиться с Сонькой. Мои вы золотые. Соня, ну ты как обычно. Вкусный был батончик? Дима, откуда ты рецепт знаешь батончика? Не знаю, я сегодня, но... А как ты сказал? Откуда, откуда? Напить! От Мари! От Тани? Напить! Пить? От верблюда. Откуда, откуда? Из верблюда. Напить. Наелись шоколада? Димка шоколад попробовал в три года, да, наверное? Ой, на, держись. Да, я еще его не купил. Он не ел ни чупа-чупсы, ни шоколад. Зато Соня в два года уже начала... Я чупа-чупил. Ты чупа-чупс попробовал первый раз в пять лет, Дим. Пять лет. Да, 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 да. Все, ладно, мы поехали. Мы уже приехали домой, так интересно. Я еду, с одной стороны, получается, тасс идет, то есть, с другой стороны не идет. В общем, немножко попали под дождь, но на улице так хорошо. И хмарят. Зашла на рынок быстренько купить. Вот знаете, у меня была до этого коляска чиковская. Я носила, вот знаете, вот килограммами прям килограмм огурцов, помидор, там 2-3 килограмма картошки, в общем, какие-то там молочки, в общем, все-все-все. Я загружала в эту коляску, и она вот прям перла, понимаете? А это коляска, Йоя, Йоя, да. Она вообще, вот я что-то положила, и все, она не едет, просто не едет. Я, в общем, зашла, купила такую вот большую сливу. Я буду делать пирог. Мы с вами делали. В общем, хочу еще сделать. Что-то хочется сладкого. Вообще-то, малоладушки сделать. Может быть, оставлю на потом. Вот такая вот слива стоит 70 рублей, чуть поменьше стоит 65, но не было. Такое, знаете, как на компот. Это тоже на компот пойдет. Взяла грибочки. Сейчас, наверное, либо на гриле сделала, либо в духовке. Посмотрим. Взяла синие. Это будет у меня икра. Прям хочу икры. Вы что кричите? Вы слышите, как они кричат? И взяла ребрышки. Сейчас пожарю на ужин, наверное, ребрышки. Смотрите на них. Соня, а что это такое? Что вот это такое? Кто это сделал? Кто? Дима это сделал? А может, это Соня сделала? Нет. А ну иди сюда. А ну честно мне отвечай. Кто это сделал? Ты сделала? Понятно. Смотрите, что нарисовала мне фломастерами. Говорит, Дима сделала. Я приготовила вот такую вот икру с баклажан. Тушила прям долго ее. Видите, я делаю в своем вот это вот казане. Очень удобно мешать. Очень удобно оно тушится. Я поставила, знаете, прям на маленький-маленький огонь. И вот оно у меня тушилось, тушилось. И пусть остывает. Попробуем кушать холодный. Здесь перец, помидор, букморковка. И синие чищенные. Обязательно я их всегда чищу. Закрываю, пусть настаивается. Все папу встречают. Соня, карандашики, клади на место. Что? 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 Дед Мороз приехал. Дим. Это кто? Это что? Это кто? Это папа наш. А, нет, а вот тут это что? Сидеть. Сидеть, не прыгать. Я хочу на нем посидеть. Я же не на нем посидеть. Тебе не кажется, что надо было два брать? Мам! Ой! Вот тут что-то что-то. Я уже буду на нем посидеть. Вот. Наши, мерицы, не садись. О, а сейчас. Боитесь, зомби! Боитесь, зомби. Привет, Маша. Ну что, круто? Очень. А что, динамя? Все, я предлагаю оставить это дело все в зале. Пойдемте и нести. Тащи, не буду уходить на него, не надо, с кем можно упасть. Привет. Привет, привет. Соняка, подойди. Биби! Пусти! Тащи, тащи, тащи. Ну что, Соня? Соня, она даже не дышит. Мам! Да. Нету, Димы? Спрятался? Да. Ну что, круто? Тебе нравится? Класс? Я вообще тоже хочу. Сейчас, сейчас ты посидишь. Мы тут с Сонькой куховарим. Я уже сделала ребрышки. Я их пожарила с луком, протушила, поджарила. В общем, сложила уже в лоточек. И сделала пюрешку. Обязательно с маслом, с молоком я делаю. Вот. Сонька у меня здесь занимается, потому что мальчики наши пошли наверх. Мы раздвигаем кровать Сонькину. Сейчас кровать метр тридцать. Я раздвигаю на метр шестьдесят пять. И мне нужно срочно заказать ей постельное новое. Новые простыни, потому что у нее на метр шестьдесят пять нету. То есть, следующий метр шестьдесят пять. Следующий идет метр восемьдесят. Так. И я замесила сейчас тесто на оладушки. Вот такое вот оно получается. Довольно-таки густое. Я буду сейчас делать оладьи. Вот, смотрите, как они поднимаются. Видите? Слышите, мне поможется какая, да? Лучики? Молодец. Умничка. А давай разукрасим вот здесь вот. Давай, давай. Так, видите, не сгорели пока я тут. Я добавила чуть-чуть-чуть-чуть масла. Видите, совсем чуть-чуть. Вот. Вот так у нас получилось. Раздвинули кровать. Метр шестьдесят пять. И я ложусь сюда вообще прям четко, классно. Тебя показать? Вот такую мы кофту нашли классную, Соньки. Так. Уже начинаем запасы осенние достать, потому что холодно. Вообще, видите, тут еще так вот место есть. Вот такая. Но надо заказывать срочно мне постельное. На вал, под одеяльники нужно заказывать. Потому что это уже не детский размер идет. Я хочу ей большое одеяло уже заказать, не детское. В общем, видите, и пледик у меня такой вот маленький. В общем, надо делать покупочки. Ну, в общем, вы поняли, да? Это теперь чудо-штука. Дети просто в диком восторге. Соня вообще... Смотри, что она делает. Сонь, говори всем пока-пока. Нет! Нет? Ну, показывай. Нет. Так, ну что, я буду на этом заканчивать. Это кресло-мешок. Но, знаете, оно такое легкое. Когда Соня билась головой, я первый раз увидела. Я прям была в шоке. Думаю, ну все, хана. А на самом деле там такая мелкая такая вот штучка. Не знаю, как правильно называют. Такие шарики. Она легкая-легкая. Когда она бьется, она на самом деле не больно. Вот. Ну, в общем, вот такое вот новое кресло у нас. Желтое появилось. Я очень довольна. Я хотела либо желтое, либо красное. Видели, красное его не было. Потом видели, желтое. И Батан сегодня привез. В общем, я в восторге. На нем так удобно сидеть. Надо, наверное, еще одно будет покупать. Потому что дети, я не знаю, как они поделят между собой. Все, я буду на этом заканчивать. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо большое, что смотрите. Подписывайтесь, кто не подписался. Увидимся с вами скоро. Всем пока-пока.